На Беларусь 4 программа Дефакто. Мы рассказываем о главных происшествиях за неделю, сообщаем правовую информацию, обсуждаем темы, которые касаются нашей с вами безопасности. В студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Большие сроки и конфискация. Суд огласил приговоры по делу гомельских таможенников. На скамье обвиняемых два отдела почти в полном составе, а также несколько предпринимателей. Эх, раз да еще раз пограничники задержали жителя России, когда тот пытался перелечь через оградительный забор. По словам нарушителя, он стремился попасть к знакомым в Киев, но его не пропустили через украинскую границу. 19 лет колонии на троих. Вступил в силу приговор в отношении жителей Речицы, которые избили знакомого, а потом привязали его к дереву в лесу. Молния-убийца. В Гомельской области двое рыбаков погибли после встречи с мощным разрядом. Подробности трагедии в сюжете нашего корреспондента. А также куда приводит любознательность подростков и как им привить уважение к правилам дорожного движения. И начнем выпуск с обзора криминальных событий и происшествий за последние 7 дней. В центре внимания наших корреспондентов оказались самые нашумевшие факты и чрезвычайные ситуации. Болевика в тюрьме на всех суд вынес приговоры по делу гомельских таможенников. Бывшим сотрудникам вменялось получение взяток за пропуск через границу грузов без документов. Таким образом группа работала на протяжении нескольких лет. Самый внушительный срок 13 лет лишения свободы. Экс-начальник оперативно-поискового отдела приговорен к 11,5 годам. Остальные на сроки от 3 до 8 лет. По словам родных обвиняемых и их адвокатов, они с приговором суда не согласны. Проходившие по данному делу предприниматели заплатят крупные штрафы. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Пограничники задержали жителей России, когда тот пытался перелезть через забор на границе. Нарушитель таким нехитрым образом стремился попасть к знакомым в Киев. За три часа до этого его не пропустили через украинскую границу. Не оставив своего намерения, мужчина попытался преодолеть оградительный забор в километре от пункта пропуска Новая Гута, но вскоре попал к пограничному наряду. В отношении задержанного начат административный процесс. Ему грозит штраф в размере до 100 базовых величин. 19 лет тюрьмы на троих вступил в силу приговор в отношении жителей Речицы. Молодые люди избили знакомого, затем засунули в багажник автомобиля и вывезли в лес. После они буксировочным тросом привязали его к сосне, оставили одного и уехали. Спустя какое-то время мужчина смог самостоятельно освободиться и позвонил в милицию. Опасную находку обнаружили военнослужащие недалеко от деревни Тростенец Лоевского района. В лесном массиве найдены две минометные мины времен Великой Отечественной войны. Прибывшие на место саперы достали из земли еще 70 немецких минометных мин калибра 81 мм со взрывателем. Все боеприпасы вывезены на полигон и уничтожены. Оперативники наркоконтроля перекрыли канал поставки мака и маковой соломки в Гомеле. В результате задержан поставщик наркотиков. Им оказалась жительница областного центра 1982 года рождения. В момент задержания она попыталась избавиться от полиэтиленового пакета, сбросив его на асфальт. Внутри находился мак и маковая соломка общим весом почти 2 килограмма. Женщине грозит от 2 до 5 лет лишения свободы. ДТП с двумя пострадавшими произошло в Реческом районе. На закруглении дороги Ауди-100 вылетела в кювет и несколько раз перевернулась. По предварительной версии водитель не справилась с управлением. Отмечается также, что женщина не была пристегнута ремнями безопасности. По факту аварии проводится проверка. Весенние грозы в Белоруссии начали свой отчет жертв. Не успела новость о гибели жителя Барановичского района Брестской области. Облететь страну, как беда пришла и в наш регион. В Карменском районе после встречи с мощным разрядом погибли два человека. Подробности страшной трагедии в нашем следующем сюжете. Надежда на то, что второй из пропавших на рыбалке мужчин остался в живых, никого не покидала до последнего. В это верили не только родственники, но и спасатели. И прибывшие на место происшествия следователи. Однако на утро стало известно, что 24-летний парень погиб. Его тело нашли водолазы-освода, обследовав несколько десятков квадратных метров на реке. Ранее недалеко от этого места был обнаружен и труп 31-летнего родственника. На коже обоих мужчин обширные ожоги и повреждения. При производстве судебно-медицинской экспертизы двух трупов, двух мужчин, доставленных с Карменского района, обнаружены признаки воздействия атмосферного электричества, точки входа и выхода электрического тока, обгорания частей тела и одежды. История этой трагедии началась за день до этого. Двое родственников из Кармы, решившие порыбачить, на мотоцикле отправились на реку Сож. Все было хорошо вплоть до пяти часов вечера. Созваниваясь с родными, мужчины рассказали, что прячутся от грозы и дождя под березой на берегу. Через два часа их телефоны уже были недоступны. Родные забили тревогу. Если во время грозы вы находитесь в лесу, то необходимо держаться подальше от высоких, отдельно стоящих деревьев. Также нельзя располагаться у костра, так как столб горячего воздуха, он достаточно хороший проводник электричества. Если вы находитесь на открытой местности, нельзя стоять на возвышенности, у опор линии электропередач или под проводами. Если во время грозы вы находитесь около водоема, то необходимо срочно выйти из воды, отойти подальше от берега и спрятаться в каком-либо укрытии. Если вы находитесь в лодке, то немедленно необходимо подгрести к берегу. Если это, конечно, невозможно, вы находитесь далеко от берега, то нужно сесть подальше от мачт и подложить под себя спасательный жилет или сапоги. Вообще рыбалка во время грозы очень опасна, так как снасти являются очень хорошим проводником для электричества. Выжить после встречи с молнией удается примерно половине людей. На этом видео из Китая мужчину дважды подряд бьет разряд молнии. Первый удар сбивает прохожего с ног, он поднимается и идет дальше, как вдруг его догоняет еще один. Человек снова встает и продолжает свой путь. Видно, как молния оставляет после себя черные следы горения на асфальте. Молнии ежегодно по всему миру убивают сотни людей. В Беларуси эта цифра колеблется от двух до пяти жертв. Поражение молнии обусловлено мощным электрическим разрядом, а также воздушной ударной волной, которая может отбросить человека на несколько метров и стать причиной сотрясения мозга, переломов костей. Реанимация эффективна только в первые минуты после поражения. Действия по возвращению к жизни, начатые через 10-15 минут, как правило, уже бесполезны. С начала нынешнего года на дорогах области произошло 8 ДТП, в которых 9 детей получили травмы различной степени тяжести. В двух случаях авария произошла по вине детей. Как свидетельствует статистика, основная причина детского дорожного транспортного травматизма – недостаточный контроль со стороны родителей и невнимательность самих детей. Куда приводит любознательность и как привить уважение к правилам дорожного движения в сюжете Наталья Игнатенко. Наступило лето, а вместе с ним школьные каникулы. Это время, когда риск уличного травматизма с участием несовершеннолетних особенно высок. Чаще всего в ДТП, в которых травмы получают дети, виноваты водители. Нарушаются правила проезда пешеходных переходов и перевозки пассажиров. Однако бывает и так, что любознательность подростков заводит их слишком далеко. Такой случай у нас произошел в марте месяца на весенних школьных каникулах. Два парня 17-летних взяли автомобиль отца и поехали на нем кататься. При этом, став участником дорожного транспортного происшествия, водитель и пассажир получили травмы. Но водитель 17-летний парень оставил место дорожного транспортного происшествия. Но вскоре в ходе операционно-розыскных мероприятий был найден, как он, так и его пассажир нестешнолетний были доставлены в больницу с различными травмами. Для любого школьника три летних месяца пора отдыха и новых впечатлений. А вот для родителей, педагогов и инспекторов ГАИ – это особая ответственность за жизнь и безопасность детей. И здесь главное для взрослых – уберечь детей от возможных непредвиденных ситуаций. Хотя о том, как остаться целым и невредимым, к примеру, на переходе, знают все без исключения. На велосипеде безопасно перейти дорогу. Надо встать с велосипеда, взять его в руки и перекатить. Только тогда садиться и ехать. Если ты разговариваешь по телефону, то нужно прекратить беседу. А если слушаешь музыку, то снять наушники. Для того, чтобы, если машины приедут, ты мог услышать, например, что они едут. Нельзя переходить дорогу, когда красный свет, когда еще желтый свет, когда машина близко, но ты думаешь, что проскочь тоже нельзя перебегать. Мы с старшим братом ходили гулять, ну и вот я хотела прийти дорогу, и там ехала машина. Думала, она уступит, он мне схватит, сначала ждем. В последние дни учебного года сотрудники ГАИ все чаще навещают учебные заведения. На родительских собраниях и встречах со школьниками напоминают о правилах безопасного поведения на дороге и в транспорте. Это средняя школа номер 8 города Гомеля. В актовом зале пятиклассники. Ребята с энтузиазмом включаются в диалог и активно реагируют на вопросы, как следует вести себя в условиях интенсивного движения на городских улицах. Инспектор ГАИ напоминает, где разрешено кататься на велосипедах и в каких случаях обязательно пользоваться средствами защиты со светоотражающими элементами. Как и где безопаснее переходить дорогу и с какого возраста можно управлять скутером. Я не то что рассказываю, я у них спрашиваю так, чтобы рассказали они мне, чтобы им самим было интересно. Мы разыгрываем часто ситуации. Допустим, один ученик водитель, второй пассажир, третий пешеход. И у кого какие чувства, ощущения, кто-то не пристегнулся. И вот когда эта игра детям интересна, интересно всем окружающим, это, мне кажется, так больше откладывается в голове у ребенка, у каждого. После этого дети приходят домой и рассказывают родителям, как с ними беседовал инспектор, на что рассказывал. Когда приходит человек в форме, это нечто необычное, это возбуждает интерес к этой теме. И когда ребенок имеет возможность задать вопрос и получить ответ глаза в глаза, это, пожалуй, самое ценное. Потому что, как вы видели сегодняшние встречи, вопросов у детей много, и вопросы такие достаточно взрослые. Вот такое ощущение, что они все знают, несмотря на столь юный возраст. В канун летних каникул в Гомельской области прошел единый день безопасности дорожного движения под названием «Сделаем лето безопасным вместе». В его рамках повсеместно в школах области и в трудовых коллективах прошли профилактические беседы. А с наступлением лета эта работа будет продолжена. Косавтоинспекция проводит широкомасштабную профилактическую работу, чтобы не допустить травмирования и гибели детей на дорогах. То есть с июня месяца мы начинаем посещать пришкольные лагеря на базе школы, также оздоровительные лагеря, где проводим профилактические беседы, кинолектории, различные игры, конкурсы. Проводим все те профилактические мероприятия, которые помогут детям закрепить знания по правилам дорожного движения. Много акций различных будет на различных площадках города. То есть каждый день мы старались, чтобы дети были заняты, не предоставлены сами себе, и у них было меньше времени на необдуманные поступки на дороге. Наталья Игнатенко, Александр Харлампов. Специально для программы «Де-факто». По статистике, каждые две минуты в мире под колесами автомобиля гибнет один подросток. Ежегодно в результате ДТП 10 миллионов детей получают травмы различной степени тяжести. В нашем регионе эти цифры, конечно, не такие ужасающие. Тем не менее, дети продолжают попадать в статистику ДТП. О безопасности на дороге в период летних каникул мы поговорим с заместителем начальника межрайонного отдела ГАИ УВД Гомельского облсполкома Владимиром Николаевичем Чекезовым. Владимир Николаевич, здравствуйте. Добрый день. И первый вопрос к вам. Не за горами летние каникулы, а это значит, что то время, которое школьники проводили за партами, станет свободным и больше подростков станет на улицах нашего города. Есть ли какие-то советы для водителей? Да, действительно, в летний период наблюдается некоторое увеличение дорожно-транспортных происшествий с участием детей. С чем это связано? Ну, прежде всего, с тем, что в летний период количество детей, которые находятся без внимания взрослых и не всегда с сопровождением взрослых, резко возрастает. Какие бы можно было дать советы для того, чтобы избежать этих неприятных ситуаций на дороге и проблемам, связанным с неожиданным выходом детей на проезжую часть? Прежде всего, надо повысить внимание при движении в дворовых территориях, в жилых зонах, потому что дети играют в непосредственной близости от проезжей части. Они не могут предусмотреть, что по проезжей части может движиться автомобиль и внезапно выбежать на проезжую часть. Здесь надо обратить внимание водителей на скорость движения. Согласно правилам дорожного движения, в жилой зоне не более 20 км в час. И, конечно же, в жилой зоне на проезжей части преимущество имеет пешеход и велосипедист, поэтому водителям необходимо снижать скорость. Это не то место, где надо спешить и торопиться. При движении в сельской местности, в деревнях, надо обращать внимание на передвижение мототранспорта, передвижение детей на велосипедах и обратить внимание, прежде всего, на эту категорию участников дорожного движения. Владимир Николаевич, по каким причинам чаще всего происходит ДТП с участием детей? По статистике, наиболее часто дорожно-транспортные происшествия с детьми – это нарушение правил проезда пешеходных переходов и нарушение правил перевозки детей. Здесь следует водителям обратить внимание, это при приближении к пешеходному переходу, наличие вблизи проезжей части детей, которые намерены перейти в проезжую часть. Они могут внезапно с шага перейти на бег, поэтому здесь необходимо, конечно же, снижать скорость. Второе – это правила перевозки детей. Необходимо использовать бустеры, детские удерживающие устройства. Это все прописано в правилах дорожного движения и использование данных устройств, конечно же, безусловно, является мерой пассивной безопасности. И в конечном итоге сохраняет и жизнь, и здоровье тех же самых детей. Многие родители отправляют детей на лето к бабушкам. Безопасно ли там для детей? Насколько? Ну, в принципе, разницы большой нет. Это город или какая-то сельская местность. На что необходимо обратить внимание, в частности, в сельской местности? Это, конечно же, ограничить доступ подростков к различным видам мототехники. Мопеды, скутеры, мотоциклы. Надо так, чтобы, прежде всего, соответствовал возраст ребенку к допуску, к управлению данным видом транспортного средства. И чтобы ребенок без ведома родителей не мог использовать. И выехать на дорогу общего пользования, на том же самом мопеде, скутере, мотоцикле. И не имея абсолютно никаких навыков, может не справиться с управлением и совершить какое-либо дорожное транспортное происшествие. Ну, а чаще всего, кто виноват все-таки? Это взрослые водители, либо это дети? Чаще ДТП происходит по вине взрослых все-таки. И, как пример, на прошлой неделе в Жлобине произошло ДТП. Под колеса автомобиля попал трехлетний мальчик. Он вырвался из рук мамы и выбежал на проезжую часть. Что можно, какой можно совет дать родителям в этом случае? Родителям надо посоветовать относиться более ответственно к своим детям. Потому что порой бывают ситуации, которые уже потом невозможно вернуть обратно. Надо смотреть за ребенком, меньше отвлекаться на какие-то посторонние объекты, телефоны и так далее. При приближении к проезжей части или к тому месту, где может внезапно выехать автомобиль, необходимо ребенка брать за руку и исключать какого-то неожиданного момента, то есть контролировать ситуацию полностью. Насколько далеко безопасно быть от проезжей части? Надо, прежде всего, на что обращать внимание? Чтобы действия ребенка, действия взрослого были понятны водителю, и он мог видеть этого. Например, в той же жилой зоне зачастую стоят возле проезжей части припаркованные автомобили. И ребенок, играя на расположенной рядом детской игровой площадке, может внезапно выбежать на проезжую часть. Исходя из этого, водитель должен ожидать этот момент и видеть. Ну и, соответственно, взрослым необходимо инструктировать детей, необходимо объяснять, рассказывать, что надо делать, куда надо смотреть, обращать внимание на транспортное средство, на автомобиль. Потому что автомобиль зачастую не может мгновенно остановиться, ему надо какое-то расстояние. Мы говорим о том, что не стоит отвлекаться. Вот в последнее время у молодежи все более популярными становятся гироскутеры. Опасно ли это? Гироскутер, он не более опасен, чем самокат или детский велосипед. Большого количества на сегодняшний день, ну, большого увеличения гироскутеров не наблюдается. Вместе с тем, они, как правило, используются на тротуарах, либо детских площадках, ну, как правило, вне проезжей части. Скорость их передвижения практически ничем не отличается от скорости движения того же самого самоката либо детского велосипеда. Поэтому каких-либо особенностей, в принципе, не наблюдается. То есть, в принципе, можно разрешать детям использоваться гироскутерами. Скажите, а вот есть ли какие-то современные гаджеты, которые все-таки влияют на дорожную обстановку? Да, действительно. Я уже говорил и на предыдущих передачах. Такие гаджеты – это телефоны, планшеты, наушники и так далее. Когда ребенок, как правило, это средний возраст детей, используют вот эти вот телефоны и отвлекаются от происходящего вокруг. Они могут не заметить того, что движется автомобиль, не слышат приближающийся автомобиль. Поэтому надо обратить внимание. Все-таки жизнь, она-то ведь дороже, чем прослушанная какая-то музыка, мелодия или песня, или еще что-либо. Если говорить о статистике, за последнее время увеличилось количество ДТП с участием детей или все осталось на прежних местах? На территории Гомельской области наблюдается незначительное увеличение количества дорожной трассы происшествий с участием детей. Это с 7 до 8. Значит, наиболее травмоопасным остается город Гомель, где совершено 4 дорожных трассы происшествий. Также имеется некоторое увеличение на территории Светлогорского и Октябрьского районов. В целом, что предпринимается сотрудниками ГАИ для того, чтобы уменьшить эту печальную статистику? Мы понимаем, что предстоит период летних каникул. И, конечно же, детям будет уделено максимальное внимание со стороны госавтоинспекции. Во все места отдыха детей, то есть детские лагеря, оздоровительные центры будут посещены сотрудниками госавтоинспекции, где будут проведены какие-то тематические кинолектории, профилактические беседы. Это еще раз будет напомнено детям правила дорожного движения, элементарные какие-то вещи, необходимые для безопасности. Кроме детей, для взрослых пройдут какие-то мероприятия? Да, действительно, ежегодно и традиционно госавтоинспекции проводятся на комплексно-профилактическом мероприятии. Внимание, дети! Дата проведения с 25 мая по 5 июня. В этот период водителям необходимо включать ближний свет фар в дневное время суток в соответствии с пунктом 166.9. Данное требование правил дорожного движения обязательно. Водитель может нести административную ответственность за неуполнение этого требования. Я так понимаю, накажут рублем. Сколько заплатит нерадивый водитель? Ответственность наступает по статье 18.14, часть 5. Это пользование внешними осветительными приборами. Штраф начинается от полубазовой. 12 рублей 25 копеек на сегодняшний день. Владимир Николаевич, спасибо за важный и конструктивный диалог. Напомним, в студии программы «Дефакто» вместе с заместителем начальника межрайонного отдела ГАИ УВД Гомельского облсполкома Владимиром Николаевичем Чекезовым мы обсуждали вопросы, касающиеся дорожной безопасности в период летних каникул. И в завершении программы по традиции рубрика «Я очевидец». Вашему вниманию подборка происшествий, снятых видеорегистраторами и камерами мобильных телефонов людей со всего мира. Здание старого кинотеатра рухнуло в городе Сан-Мигель-де-Тухуман. В Аргентине оперативные службы и очевидцы занимались разбором завалов и поиском возможных пострадавших. По данным местных СМИ, по меньшей мере, один человек погиб. Извержение вулкана Килауэа на Гавайских островах не прекращается. За три недели извержения разрушено несколько десятков зданий и ключевая дорога, которая служила основным маршрутом эвакуации. Около двух тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Жители Гавайских островов также беспокоят примерно 40-километровая трещина, направляющаяся к востоку от вулканического кратера. Каждый день из нее выливается не только лава, которая разрушает окружающую среду, но и более 13 тысяч тонн ядовитого диоксида серы. Вулкан Мерапи в Индонезии выбросил пепел на высоту 6 тысяч метров. Извержение сопровождалось выделением газов, сероводорода и диоксида углерода. Информации о пострадавших нет. Местные власти запретили подходить к вулкану ближе, чем на 3 километра, так как есть вероятность, что из-за движения вулканических пород могут возникнуть провалы земли. Два человека погибли и 18 пострадали при столкновении поезда и грузовика в Италии. Столкновение произошло в провинции Турин. По предварительным данным, поезд направлялся из Турина в Ивреа, когда въехал в стоявшую на путях фуру. В результате столкновения состав сошел с рельсов. Воздушное судно из-за технической неполадки было вынуждено провести посадку без выпущенного шасси. Как рассказали в авиакомпании, которой принадлежал самолет после взлета, капитан сообщил о неисправности в гидравлическом механизме переднего шасси. После нескольких попыток выпустить шасси, самолет был вынужден запросить посадку и в результате экстренно, но успешно сел. В Гондурасе потерпел крушение частный пассажирский самолет с американскими гражданами на борту. Шесть человек получили ранение. Инцидент произошел во время приземления. Самолет съехал со взлетно-посадочной полосы и развалился на две части. Причины происшествия выясняются. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok